Доброе утро! В эфире ваше любимое шоу «Утро дома». И это утро проведем с вами мы, Анна Кузина, Анастасия Косилова, Слава Толчин и, конечно, Чаба Бакаш. Сегодня наша страна отмечает День защитников и защитниц Украины. Это один из самых молодых и самых важных праздников в нашей стране. Отмечается с 2014 года. Потому что без наших защитников и защитниц мы бы не смогли с вами вести полноценную жизнь. Так что сегодня говорим именно о них, наших героях и героинях. Итак, сегодня вы увидите такие истории о госпитале, где лечат не только физические, но и душевные раны бойцов. А еще о врачах, которые выращивают кости. О невидимом женском батальоне. И о фильмах, которые сняли за 8 лет о вооруженном конфликте. Кстати, среди них есть даже комедия. Также мы попытаемся с вами понять, что такое госпиталь. Это танец или все-таки боевое искусство? И расскажем о ветеранах, которые смогли реализовать свою мечту. Ну и еще вас ждет много всего интересного. А я напоминаю вам, чтобы вы подписывались на нас в соцсетях. Мы есть в Инстаграме, Фейсбуке, Ютюбе и ТикТоке. И помните, что утро дома можно смотреть не только по будням, но и на выходных. Ну что, начинаем? Начинаем. Анечка, ты знаешь, что 14 октября не случайно выбрали днем защитников и защитниц? Да, потому что в этот день в Украине почитали войско еще с казацких времен. А в 2000-х сделали официальным праздником днем украинского казачьего. Да, но почему именно 14 октября является днем казаков? Да, я тоже это знаю. Потому что в этот день христиане празднуют праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А именно ее насечи считали своей покровительницей. Так что мы имеем три праздника сегодня. День защитников и защитниц, День украинского казачества. И День Покрова. Правильно. А чем еще примечательен этот день в истории, мы узнаем из нашей рубрики. День в истории. Ровно 170 лет назад в Лондоне открылось международное информационное агентство «Рейтер». Поначалу это было небольшое телеграфное бюро. Его основал 35-летний журналист Пауль Рейтер. Но постепенно компания росла и развивалась. И сегодня Рейтер – одно из самых крупнейших и авторитетных в мире новостных агентств. В этот день, в 1926 году, в Лондоне опубликовали первую книгу о приключениях забавного медвежонка Винни-Пуха. На ее написание британца Алана Милна вдохновил сын. Мальчик был без ума от черной медведицы по имени Виннипек, которую как-то увидел в зоопарке. Ее честь он и назвал любимого плюшевого мишку, подаренного отцом на день рождения. Произведение Милна вызвало небывалый интерес, и автор представил еще одну книгу. Их перевели на 29 языков мира. Также историю успешно экранизировали. Винни-Пух – один из самых узнаваемых и любимых детских персонажей. Он удостоен звезды на Голливудской аллее славы. 94 года назад родился британский актер Роджер Мур. Зрителям он известен как исполнитель роли Джеймса Бонда. Впервые Мур появился на экране в качестве агента 007 в фильме «Живи и дай умереть». После этого исполнил роль Бонда еще шесть раз, больше всех остальных актеров. Бондиане Мур посвятил 12 лет. Кроме того, он снялся в таких успешных сериалах, как «Святой» и «Мастер уговоров». 14 октября 1994 года в США состоялась премьера культового фильма «Криминальное чтиво». Картина, что повествует историю о банде преступников с окраины Лос-Анджелеса, была создана начинающим режиссером Квентином Тарантино. Сценарий фильма он написал в Амстердаме. Съемки продолжались 50 дней. Главные роли исполнили Джон Траволта и Ума Турман. Кассовые сборы «Криминального чтива» превысили 200 миллионов долларов. Фильм получил множество престижных наград, включая «Оскар». А танец в исполнении Умы Турмана и Джона Траволты стал легендарным. 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Дата выбрана неспроста, ведь сегодня также День украинского казачества и покров Пресвятой Богородицы. Цель государственного праздника – выразить свое уважение всем, кто защищает независимость и территориальную целостность Украины. А каким будет 14 октября 2021 года – зависит от каждого из нас.